Сегодня первая половина дня как раз полностью состоялась. Механизм дизайна в широком смысле, потому что сейчас будет чуть более узкая тематика, связанная с аутционами, с практикой аутционов, хотя какой-то блок, касающийся теории тоже. Ну и как раз разговором о том, что от дизайна очень много зависит. Владимир, вчера уже в течение дня много раз касался о том, что любые эксперименты надо очень хорошо продумывать, потому что от того, как его реализовать, такие результаты получат. И может изначально казаться, что что-то будет работать очень хорошо, а на самом деле потом хотели как лучше, получилось как всегда, что что-то пошло не так. И вот о том, как будут участники реагировать на все, это всегда нужно задумываться. Опять-таки, ну вот сейчас вот тут тоже хороший пример, как люди себя ведут и как на этом можно зарабатывать 180 тысяч процентов было. Другой пример, вот вчера тоже для открытой лекции из области футбола, для затравки примерчиков, что хочет организатор матчей, сделать его зрелищным. И вот сделали в одном турнире Куба Карибского моря, вариант, когда за мяч, забитый в дополнительное время, давали не один, а два мяча. И, собственно, казалось, действительно, это должно сделать матч более зрелищным. В турнире для того, чтобы выйти в плей-офф, играть в полуговой турнир, и все матчи не могут закончиться ничью, то есть кто-то должен победить. И вот если в основное время мяча, то дополнительно они все очень активно играют, и действительно, там, зрители, и все такое. Что получится, никто не предупреждал, да, то есть играется в финальный матч Барбата с Гренадой, Барбата с Гренадой, разница не меньше двух мячей, соответственно, счет 2-0, все устраивает, но за 5 минут до конца Гренадой забивает ответный 2-1. Что делать? По заказу за мяч сделать 3-1, это очень сложная задача. Что делает Барбата? Забежит к своим воротам и забивает себе. Счет 2-2, ничья, дополнительное время, а в дополнительное время, если ты забиваешь, а за полчаса все-таки проще, чем за 5 минут, будет не 3-2, а 4-2. Вот благодаря этому механизму. Дело на этом не закончилось, да, то есть счет 2-2, поэтому у Гренады появился шанс победить, да, и она бежит к чужим воротам, пытается забить сделать 3-2. Ну, тоже забить сложно, но она может побежать к своим воротам и проиграть 2-3. И, соответственно, опять-таки, ей устраивает поражение с счетом 2-3, потому что тогда она выходит. Ну, в общем, в последующие несколько минут на поле творится трэш, потому что Гренада пытается забить в любые ворота, а Барбатас бежит к воротам соперника, значит, Гренада бежит к своим воротам, пытается забить, а нападающие Барбатаса встают позади вратаря и отбивают летящих створ мячей. Ну, понятно, что механизм больше ни разу не был инферментирован. Это реальности. Более того, к сожалению, нету профессиональной съемки этого. Вот, есть, значит, более крупным планом в Ютубе можно найти, как Барбатас забивает свои ворота, там что-то перепиливается, а потом раз, свои ворота, значит, хлобыся этот самый мяч. Вот. И есть съемка с каким-то дальних рядов, ну, понятно, 94-й год, там айфончиков вообще не было, поэтому все очень мутно, но чувствуется, что на поле творится что-то не то. Ну, с другой стороны, хотели зрелищных вообще, получили. Но это вот к вопросу о том, что дизайн механизма надо продумывать хорошо. Вот. Ну, теперь, собственно, вернемся к нашим баранам, да? Ну, а с тематикой аукционов, ну, сегодня как раз уже первая часть озвучивалась, ну, как я понимаю, у большинства участников какого-то там курса, там, по теории аукционов или какой-то части вроде не было, поэтому чуть мы пробежимся потому, что они себя представляют по-быстрому, потом как раз сказано, как заявлено название, мы приведем кучу всяких примеров, казусов, наоборот, успешных результатов, потому что в теории аукциона это очень эффективный механизм, вот, но аукцион надо продумывать, в том числе использование экспериментов, потому что если его реализовать не так, как это сделать было бы правильно, то мы получим примерно как в ситуации с футболом, да? Ну, собственно, первый вопрос, что есть аукцион, что аукционом не является, да, то есть понятно, что когда мы приходим в магазин и покупаем обычный товар, да, там есть ценники, и никто там не даст там торговаться и, собственно, устраивать вот этот самый аукцион, значит, это нечто другое. Вот, если мы рассматриваем какие-то более уже монополизированные структуры, особенно использующие ценовую дискриминацию, там уже некие элементы вот тех свойств, которые дает аукцион, появляются, но тем не менее это все равно еще достаточно далеко. Более того, даже, например, там какой-нибудь восточный базар, это тоже не аукцион, то есть когда идет торговля один на один, там, наверное, психологии больше, чем экономики, а вот в экономике, в аукционах, там действительно можно прогнозировать действия участников, что они должны делать, какие у них есть рациональные стратегии поведения, что как бы все должно реализоваться, да. Ну, важно, что когда мы говорим про аукцион, то, во-первых, идет прямая ценовая конкуренция между участниками, то есть ничто кроме денег в данном случае не должно играть в какие-то там связи, какие-то знакомства и так далее, то есть это чисто ценовая конкуренция. Важно, что аукционы работают с тонкими рынками, в том числе с эксклюзивным товаром, то есть вот если мы продаем что-то в супермаркете, у нас там каждый день продаются сотни тысяч единиц товара, то мы изначально можем вполне не знать, по какой цене мы можем это продать, а вот мы сможем эту нитку продать за 600 рублей или не сможем. Вот, но если у нас массовые продажи, то мы можем ее нащупать, да, то есть понятно, что там даже эти самые товарищи, которые существуют продажи, могут там не строить какие-нибудь сложные модели, там, курд-нож, калиберг и так далее, но они нащупывают, ага, подняли цен, прибыль стала больше или меньше, так как-то отреагировал покупатель, да. То есть интуитивно они ту же самую эластичность, тем более не дословно, но чувствуют, да, один товар у нас потребительный сильно реагирует, на другой не очень. Вот, но если у нас одна единица товара, если мы продаем полотно Матисса, да, то мы не можем сказать, что давайте продадим ее там за 100 тысяч долларов, да, тут же кто-нибудь скажет, хорошо, покупаем, и мы просто не узнаем, что его можно было за 10 миллионов продать. Вот, а если мы, наоборот, установим цену 50 миллионов в надежде, что кто-то найдется, то она будет так и стоять, да, у нас в нашем салоне, и никто ее не купит. А вот аукционы позволяют это сделать, да, то есть вот третий пункт, что цена изначально не только не заодно, но и неизвестна. Вот, ну и вот парочка примеров, да, с картиной «Спасить мира» Леонардо да Винчи, там тоже есть спор, Леонардо это или нет, да, вот, ее в 2007 году купил российский предприниматель Рыболовлев за 127 миллионов долларов. Что говорили все? Это страшно высокая цена. На тот момент это был не абсолютный рекорд, но это был в тройке самых больших сумм, не точно за картины, вообще за всю историю, во всем мире. Вот, а при том, что вроде как Рыболовлев не был каким-то особым сверхценителем, и у него не было коллекции, он не собирался там ездить с этой картиной, там, организуя выставки, это была чисто инвестиция, это многие, в общем-то, поняли, ну, какая-то странная инвестиция, зачем просто так за просто полотно платить 127 миллионов? Все говорили, что он переплатит. Но проходит буквально 10 лет, и в 2018 году эта же картина уходит с аукциона уже за 450 миллионов долларов какому-то арабскому шейху, вот, и увеличить свое состояние в 3,5 раза за 10 лет, ну, наверное, не очень много сфер деятельности, которые дают такие проценты. Опять-таки сейчас говорят, что этот самый шейх переплатил, но никто не знает, может быть, через 10 лет она за полтора миллиарда будет. То есть все возможно, но мы не знаем изначально цену, аукцион позволяет ее выявить. Это не так, что стоит 10 тысяч долларов? Ну, она была найдена, как я понимаю, где-то там в середине двадцатого века, вот, это единственная в полотно Леонардо Винчи, которая, собственно, не находится в музеях, находится в частной коллекции. Ну, собственно, почему она столько стоит? При этом, опять-таки, есть споры, то есть часть экспертов утверждает, что это все-таки не Леонардо, а кто-то из его, значит, подмастерьев. Ну, и детали того, что было до, я, как бы, не особо в курсе, да, то есть финальная история, но не исключено. Ну, то есть, понятно, что когда-то, пока она не была настолько известна, пока не было так озвучено, она стала гораздо меньше, да. Ну, тоже, например, что автомобиль Феррари может там стоить с аукционом за 28 миллионов или что-то. Очень важная функционная структура, то есть, есть ли объективная стоимость лота. Ну, вот, если я сейчас достану, там, пятитысячную купюру из кошелька и покажу ее вам и устрою аукцион. Какая цена будет на аукционе? Ну, наверное, эти самые пять тысячи будет, да, то есть, если вдруг кто-то остановится на уровне трех тысяч, ну, явно стоит сказать чуть больше, да, и купить пятитысячную за большую сумму, да. Если вдруг кто-то назовет шесть, то никто не будет его перебивать. То есть, вот, в данном случае цена известна. Вот. Аукционы, конечно, более интересны тогда, когда есть разные ценности для разных людей, это вот какой-то такой агрективный, хотя вот эта ценность может быть разной для разных людей, мы можем об этом не знать, но может быть какая-то общая компонента в этой ценности. И это, опять-таки, немножко меняет дизайн, мы об этом поговорим, какие там свойства возникают. Вот. Ну, опять-таки, важно, что меняет результат аукциона то, что нам известно, да, вот, кто участвует в аукционе, есть фиксированный круг лиц или может присоединиться кто-то из них, опять-таки, там, возможны какие-то взаимодействия между ними, там, сговоры, видим ли мы ставки других участников. Ну, тем более, что редко, конечно, бывает, можем ли мы заесть в их головы, может ли хотя бы аукционист заесть в их головы, мы тоже поговорим, это тоже такой важный вопрос. Ну, и вы тоже говорили о важности доверия, да, и то, что механизм работает тогда, когда вот эти вот правила изначально устанавливаются, и мы после того, как установили правила, им неуклонно следуем, собственно, во многих сферах, да, точно так же, когда мы проводим эксперимент, мы не имеем права брать, да, то есть, то, что мы сказали, мы должны неуклонно выполнять. В аукционах по-хорошему тоже, но бывают ситуации, когда доверия полноценного к аукционисту нет, и это может сильно поменять результаты, ну, может быть, даже там не в лучшую сторону. Вот, ну, и опять, что очень важно в аукционе, то, что нет никакой там дискриминации, плата, там, семейных отношений, и все-все-все кроме денег, оно не имеет значения. Ну, продается на аукционе все, что угодно, глубоко там историю копать подробности не буду, но примерчик, список есть, да, то есть, от аукционов невест в древнем Вавилоне, картина изображена, и продажа Римской империи, кто больше заплатит, то станет императором, ну, правда, надеялся, что в казне много денег, да, стал императором, пообещав по 25 тысяч сестерцев притарианской гвардии, но денег в бюджете не было, заплатить не удалось, и спустя 66 дней самого казнения первая в истории поприятия победителя сложилась. Вот, ну, и дальше там и военные трофеи, и рано или поздно аукционы приняли более-менее современную форму, вплоть до того, что уже, наверное, где-то в 18 веке появились все самые аукционные дома, о которых многие слышали, да, Собис Кристис и так далее, вот, то есть, фактически аукционы пришли в современную форму, но сейчас, на самом деле, опять-таки, аукционы – это не маргинальная история произведения искусства, с аукциона распространяется примерно треть мирового ВВП, вот, то есть, очень многие крупные корпорации на миллиарды, даже на десятки миллиардов долларов, там, всякие сырье комплектующие, все это закупают с аукционов, там, не говоря уже, там, про фондовые аукционы, тот же самый механизм, да, и валютный, да, триллион долларов каждый день продается через аукцион. Да, Александр, я как раз хотел уточнить, ты когда говорил изначально, что тонкий рынок, сразу вот пришло все это на ум, то есть начиналось так тонкий рынок. Да, я не к тому, что всегда это тонкий рынок, а то, что они могут обслуживать тонкие рынки, но это происходит не всегда. Более того, некоторые рынки, которые были еще 10 лет назад совершенно другой структурой, тот же самый рынок такси, да, была чистой воды, алибиополе, там, несколько компаний в каждом городе работало, были там достаточно высокие цены, потом появился Uber, потом, собственно, аналогичные компании появились в России, собственно, с ростом приложений, все это начало массово работать сейчас, наверное, большинство приложений, там, Uber, Яндекс, Ваксим, там, и так далее, и по сути дела, вот вы видите даже, что в разное время по одному и тому же маршруту может цена отличаться, там, в 2-3 раза, по сути дела, действительно, есть заявки от клиентов, которые хотят доехать, да, и есть водители, которые на это откликаются. Если там заявок много откликаются плохо, то, соответственно, цена повышается, ну, и опять-таки, сама система еще пытается это как-то оптимизировать, ну, вот были примеры, что иногда сам Uber, например, доплачивает водителям какую-то сумму, для того, чтобы он оказался в нужном месте, откуда есть много заявок, чтобы эти самые заявки исполнять. Допустим, в 5 утра из Москвы в Подмосковье может оказаться довольно дешево доехать с учетом вот как раз этих доплат, потому что это достаточно масштабные. вот. Прости, пожалуйста, просто пересну слайд, а в чем была специфика этого особо невесты там, то есть, с непростым дизайнером? Там, значит, начинаются первые красавицы, значит, это не рабыня, да, это действительно невесты, первые красавицы, ну, не только первые, вторые, третьи тоже, вот, за них борются, значит, знатные, богатые, молодые люди, вот, соответственно, кто предложит там большую сумму, тому она достается, первая досталась, вторая досталась, третья досталась, вот, а, значит, на каком-то уровне выясняется, что никто не готов платить, да, и тогда аукцион начинает работать уже в обратную сторону, да, что, ну, условно говоря, да, вот в разных странах, в христианских странах, в мусульманских странах немножко разное отношение, да, то есть в Средней Азии колын у нас приданное, да, то есть разница невесты является благом или антиблагом в таком контексте, вот, ну, вот здесь такая штука, ну, вообще, вот на этих аукционах интересный дизайн, вот я сам, например, был пример, там, рыба, да, Марселия, Гонолова, вот я в Гонолова прямо на рыбном рынке был, опять-таки, в Ютубе много всяких роликов, и там, притаскивают тунца такого здорового, значит, на рынок, и начинается аукцион, если бы был там английский аукцион, длился бы очень долго, да, вот, и опять-таки, все там перекрикивали друг друга, это было бы не очень комфортно, потому что там на соседнем столике другой-то не справляются, вот, а тут рестораторы вокруг, скажем, столпились, и начинается голландский аукцион, то есть начинается высокая цена, там, 400 долларов, 3090, 380, 370, 360, очень быстро все это спускается, там, цена 170-160, он говорит, покупаем, а тут сосед говорит, а я тоже хочу за 160, и третий там говорит, я тоже, вот, трое готово за 160, что вот после этого происходит? После этого между ними начинается английский, то есть начиналось быстрым, голландским сверху вниз, а потом уже, ну, более медленно, естественно, но поскольку мы уже знаем, диапазончик очень небольшой, ну, и там по-доллару 161, 162, 163, никто больше не готов, все, 163 кому-то продано, вот, если бы начиналось там с нуля, то это часами происходило, а так очень быстро и удобно, в общем, действительно, это хороший вариант, как это можно продать, потому что эти аукционы, они как раз на практике, через фактические эксперименты, сформировались в нужном дизайне, который устраивает организаторов именно для конкретного товара. Ну, пожалуйста, продавцу-то только лучше, если они будут лучше. Ну, как бы, это уже проблема, да, ну, как бы, за 170, они-то не готовы, никто на 170 не сказал, что он готов, да, и эти тоже не готовы были за 170. Да, да, ну, кто-то заплатил, остальные готовы столько заплатить? Нет, не готовы, они раньше говорили, то есть, как бы, ну, он самосогласован, вполне нормально, то есть, там, там же сверху шло. другое дело, ну, это другое дело, что этот сначала, он, может быть, за 170 сказал бы, и получил за 170, одним, да, а тут начал, вроде как, 160, а тут подзудили его, и пошло, поехало. Ну, вообще, конечно, здесь некие психологические моменты тоже на лицо, и, опять-таки, вот, на практической части, там, будут всякие примерчики, где поведение не всегда рациональное, да, вот, но, опять-таки, вот, если говорить про теорию, то мы говорим, что вот у каждого в башке есть представление, там, сколько этот лод стоит, я вижу этого самого, и вот у меня есть представление, у одного 163, там, у другого, там, у третьего, там, 155, 140, и так далее, и вот, каждый знает, сколько готов за этот лод, готов заплатить, причем, включает все, то есть, опять-таки, это и сама ценность лота, и то, что я, там, выйду, там, на сцену, особенно, если это какой-нибудь аукцион, картина спаситель мира, мне будет весь мир говорить, говорит, вот, какой-то, серьезный бизнесмен, там, который готов, там, полмиллиарда, просто так, значит, у этих миллиардов много-много-много, да, и с ним можно иметь дело, то есть, какие-то вот такие вот вещи, тоже учитывается, но в любом случае, это некая оценка лота, которую, там, экономисты, сейчас, с чего обозначают, value, value, и, да, вот, у разных людей эта оценка может быть разная, и она далеко не всегда совпадает с тем, сколько эти люди будут указывать, да, то есть, есть ставка, есть оценка, они могут разлиться, но если я могу поставить меньше, чем моя оценка, и могу этот лот получить, то это однозначно нужно делать, да, то есть, если некий лот, допустим, для меня оценка 800, там, тысяч рублей, например, не знаю, за картину какую-нибудь, но при этом она продается за 750, я должен продолжать торговаться, я должен продолжать торговаться до 800 тысяч, а вот если кто-то уже устанавливает цены там 810, 820, и мне говорят, так, вот это вот край, у него больше денег нет, а у меня, в принципе, они есть, я могу взять, заплатить там 830, и получить этот лот, но мне не нужно это делать, потому что это эквивалентно тому, что я просто 30-ку выкинул в окно, потому что моя цель 800, а я когда заплачу, понесу издержки 830, то есть, вот это вот, собственно, предположение, теории аукционов, что хочет организатор аукционов, ну, конечно, понятно, что главная цель для него собрать побольше денег, да, аукционы, которые удовлетворяют этой целью, называются оптимальными аукционами, если цель может быть достигнута, как бы, мы такой вот аукцион реализуем, оптимальный путь, но могут быть цели еще другая, иногда они соотносятся, иногда не всегда соотносятся, да, то есть, вторая возможная цель, это передать лот тому, кто в максимальной степени его ценит, да, ну, особенно если, допустим, это приватизационные аукционы, государству хотелось бы, конечно, собрать побольше денег, но если мы при этом понимаем, что кто-то купит, да, тут же этот самый завод все там распродаст под офис, даст помещение, может быть, государство это бы не хотело, да, хотело бы, чтобы были рабочие места, чтобы продолжалось производство, но, например, у того, кто умеет организовать данный бизнес как надо, нет денег, ну, собственно, проблем на аукционах 90-х, тех, которые большого количества реальных аукционов в России не было, но вот эта проблема, то, что у тех, кто умеет, нет денег, а есть деньги только у тех, кто, может быть, не совсем правильно будет распоряжаться этой собственностью, а при этом банковская система не работает, и нельзя там взять кредит, потом организовать бизнес как надо, получить прибыль, отдать этот кредит, сейчас как бы это все нормального было, а тогда, в общем-то, еще и банковская система в условиях на грани гидеронляции тоже работает, конечно, не так, как следовало, и вот такие вот проблемы могут возникнуть, вот, поэтому вполне возможно другая цель, чтобы все-таки отдать эффективному собственному. Могут быть там третьи, четвертые, пятые, и так далее цели, ну, интересно для организатора аукциона влезть в голову, узнать, сколько этот лот для каждого участника стоит. Могут быть там хочется защитить аукцион от сгора, то есть, как бы добавочная цель, вот, провести торги быстро, вот почему, допустим, рыба через голландский аукцион продается, чтобы продать быстро, и так далее, то есть, могут быть разные цели, цели главные, цели дополнительные, их может быть много, вот, ну, про форматы тоже, наверное, кто-то слышал, что аукционы бывают открытыми и закрытыми, да, опять-таки, вот, есть распространенное заблуждение, что открытые аукционы это те, которые вот в аудитории все сели, вот, и там, по очереди поднимают цену, вот, вовсе не всегда это происходит в аудитории, то есть, вот, главное отличие открытых аукционов, что это динамические аукционы, то есть, ставки могут перебиваться, при этом, люди могут сидеть у себя, там, за 3-9 земель и через компьютер подавать заявки, это могут быть не мгновенные, то есть, не то, что там выделяется какой-то час, когда этот лод продается, это могут проходить, вот, как, допустим, проходили торги в разных странах аукционы по продаже частот для мобильных операторов, это могло происходить в течение нескольких недель, то есть, длительное время, каждый день можно было сделать по одной ставке вынаградения, в конце, там, уже ускорялся процесс, вот, то есть, формат может отличаться, но главное, что этот процесс идет динамически, есть, значит, повышательный аукцион, открытый, называется, английский аукцион, это вот как раз стандартно, то, что из фильмов, книг, там, 12 студий, там, или в Голливуде, куча фильмов, даже в новостях попадает, как-то на тех же самых аукционах, Собис Кристис, что-то продается, вот, молотковый аукцион, это английский аукцион, повышательный, открытый аукцион, уже упоминался голландский аукцион, ну, в данном случае, в Гонолобу там выкрикивали цену, был, когда в Голландии, в Мстердаме, показывали, вот в этом помещении происходят вот эти вот знаменитые аукционы тюльпанов, огромная аудитория, амфитеатр такой, выносится корзина цветов, на табло бежит, значит, полоса такая красная, и в какой-то момент, значит, изначально высокая цена, потом она начинает уменьшаться, 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 ну, первоначально, конечно, кто-то первым выкрикивал, что я готов купить эту корзину на какой-то отметке, в какой-то момент выкрикивание заменили на нажатие кнопки, ну, сейчас, фактически, программирование бота, суть осталась неизменной, да, то есть, в какой-то момент кто-то первым называет вот это вот желание купить, да, вот, это открытые аукционы, закрытые аукционы, это статические аукционы, когда все участники в электронном формате, там, в конвертах, как угодно, но однократно подают свои заявки, указывают сумму, которую готовы заплатить, аукционист собирает все эти конвертики и выбирает того, кто указал максимальную сумму, ну, говорит, вы победитель аукциона и говорит, сколько тот должен заплатить, опять-таки, есть версия, что победитель платит собственную указанную сумму, вот, а есть, как сегодня уже упоминался, аукцион в электре, аукцион второй цены, когда победитель платит цену второго, для чего это нужно, сейчас тоже мы скажем, да, вот, ну, есть много дополнительных вопросов, подробно, конечно, останавливаться я не буду, на каждом из них, видят ли участники друг друга и наблюдают ставки, можно ли делать любые ставки или вполне конкретные, то есть, есть ли какой-то шаг, да, понятно, что поднимать цену на один цент, если там речь о миллионах, это затянет аукцион очень надолго, да, но вопрос, что поднимать цену не меньше, чем на 100 тысяч долларов, это тоже не всегда хороший вариант, потому что через заявки можно передавать какую-то информацию, тоже примерчики такие будут, вот, ну, опять-таки, объявляют ставки аукционисты или участники, тоже, в плане всяких кодированных сигналов, здесь много-много всяких фейлов, может, такое происходило, да, с какой цены начинается аукционаризированная цена, важный вопрос, хоть первоначально кажется, с какой они начали, там, люди поднимут цену до высокого уровня, но если есть конкуренция, если нет, сговоры, сговоры, в общем-то, всегда возможны, да, механизм должен быть полностью прописан, что будет в любой возможной ситуации, да, вот, если несколько человек, особенно в закрытом аукционе, просто указали одинаковую сумму, вот, тоже, тоже есть разные варианты, можно делать случайно, можно между ними делать какую-то переигровку, в том числе, открытую, можно тому, кто раньше подал заявку, и так далее, и тому подобное, может полноиду концертировать, кто первым оказался, получает лоб, вот, если отказывается платить, что будет, там, типично, на аукционах платится штраф, собственно, тот, кто участвует в аукционе, вносит некоторую сумму на депозит, если он выигрывает лот, то, соответственно, эта сумма засчитывается в счет вот этих вот оплаты купленного лота, если он ничего не покупает, после аукциона и он возвращается, если не нарушил правила, а нарушил правила, соответственно, эта сумма достаточно серьезная, может просто уйти в фонд аукциона, так, ну, наверное, такое не будет особо часто происходить, потому что это, конечно, нерациональное поведение и тогда надо задумываться, может ли ты заплатить ту сумму, которую заявил. Важно параллельно и последовательно происходит продажа связанных лотов, если эти лоты действительно как-то связаны между собой. Вот эти вот вопросы все приводят к тем или иным результатам. Вот здесь про английский аукцион, про голландский аукцион. В английском аукционе стратегия очень простая. То есть мы берем и повышаем цену, пока она не превысит нашу ценность лота. Пока мы можем купить дешевле, мы покупаем за пределами, мы уже не делаем. А вот с голландским аукционом сложнее. Допустим, у меня ценность той же самой корзины тюльпанов, допустим, 180 евро, и вот цена идет там 300, 200, 190, 180, дошла до 180. Я готов купить, и никто до меня ее не выкрикнул. Нужно мне нажимать на кнопку или нет? Если я нажму, я получу этот лоб. Но я получу за 180 евро то, что у меня стоит. 180 евро. То есть я как бы ничего не выиграю. А если я подожду, и цена будет 175, 170, я начинаю сразу получать какие-то деньги. То есть я евро получил, 5 евро получил, 10 евро получил. Если вдруг до 150, мне повезет, и никто не нажмет, то я 30 евро сэкономлю. Мне очень хочется. Но нужно здесь выбирать, есть некий компромисс между тем, что чем дольше я жду, тем больше мой выигрыш, но тем больше вероятность, что кто-то меня перебьет. И вот нужен некий компромисс, и вот какая должна быть цена, это, в общем-то, такой непростой вопрос. И результат будет, конечно, связан с тем, что я знаю от этого рынка, представляю ли какие ценности у остальных участников, какое их распределение, сколько этих остальных участников. Если участников много, наверное, я не буду сильно ждать до 150, тем более до 100, а явно кто-то нажмет. А если участников двое, то он может быть и подождать, потому что наверное высока вероятность того, что у него цены сильно ниже, и я тогда буду заработать. На самом деле, если говорить про закрытый аукцион первой цены, он приводит к ровно такой же задаче, потому что у меня есть ценность, и я должен в конверте указать какую-то сумму, которую мне придется заплатить, если я выиграю этот аукцион. Сколько мне указать? Тот же самый вопрос возникает. А вот почему может быть интересным вот этот самый аукцион второй цены, аукцион VIP? Почему? Я указал там, что я готов купить эту картину за 800 тысяч, а мне говорят, а вот там второй указал 700, платите, пожалуйста, 700. 800 уже указал, зачем с меня собирать меньше, чем я готов. Дело в том, что если я действительно ценю на 800, то в аукционе первой цены я никогда 800 не укажу. Я укажу сумму меньше. А вот в аукционе второй цены есть самая, наверное, короткая теорема из тех, за которую дали Ноберскую премию в 1996 году у Ильяма Умитри, потому что доминирующая стратегия это указание собственной цены. Что я могу сделать? Я могу запысить цену или завидеть цену как альтернативная стратегия. Если моя оценка в 800, то я могу указать, например, 900. Надеюсь на то, что у меня увеличивается вероятность выигрыша лота. Но какие варианты тогда возможны? Если у второго участника ценность ниже, чем 800, ниже, чем моя ценность, 700, 650 и так далее. Неважно, 800 я указал или 900, я все равно этот аукцион выигрываю и все равно плачу цену второго, которая ниже. Мне все равно. Если у кого-то ценность больше, чем 900, то есть больше, чем моя ставка, больше, чем битва, тогда он указал миллион и неважно 800 я указал или 900, я все равно аукцион проигрываю. То есть мне опять-таки все равно. Но если его оценка, чья-то оценка из остальных участников между моей ценностью и моей заявкой, между 800 и 900, например, 850, то что я делаю? Указав 900 я выигрываю аукцион и поздравляю, вы победители, но вы должны заплатить 850, цену второго. И я плачу больше, чем готов за этот лот заплатить. И, соответственно, мне это не выгодно. В двух ситуациях мне все равно, в одной ситуации мне плохо. Не надо так себя вести, не надо обманывать вопрос о честной игре. Хорошо, возможно, мне стоит устанавливать цены ниже, я беру и указываю целое 700, например, в надежде на то, что заплатить приоцентную. Опять-таки, какие варианты могут быть? Что цена второго еще ниже, да? И цена второго 600, да? Без разницы, 700 я указал или 800, все равно я выигрываю аукцион и плачу эту цену второго. Мне все равно. Если цена второго больше, чем 800, больше, чем моя ценность, опять-таки, мне все равно, хоть я 800 указал, хоть 700, я проигрываю аукцион, ничего не получаю. Мне опять-таки все равно. А вот если чья-то оценка между, например, 750, то я должен был выиграть аукцион, купить за 750 то, что для меня стоит 800. Но я указал 700, и я проигрываю аукцион. И, соответственно, для меня это плохой результат. Снова, две ситуации, когда мне все равно, одна ситуация, когда я проигрываю. Значит, и так врать тоже не надо. Раз не надо врать на повышение, не надо врать на понижение, значит, просто не надо врать. В любой ситуации, будь честным. Ну, вот, собственно, такое коротенькое доказательство, потому что, на примерке, на самом деле, совершенно неважно, можно эти цифры 800, 700 заменить на лаито и лаито. Перестанк будет абсолютно тем же самым. И это означает, что аукцион второй цены выявляет ценности участника. Аукционист, если по какой-то причине ему это интересно, он просто без всяких телепатий залазит в мозги к участникам и знает, что они хотят сказать. Ну, правда, есть доксайтов ликви аукцион, что есть некие проблемы. Первая проблема сговор. Ну, вот, есть несколько участников, допустим, я ценю эту картину за 800 тысяч, и я знаю, что это, в общем-то, самая большая ценность среди всех. Я собираю всех остальных участников аукциона и говорю, я прямо при вас сейчас отправляю заявку 800 тысяч. захотится. Я захожу в личный кабинет, при вас все это делаю. После этого я ничего поменять не могу. То есть, я играю в честно отправленную заявку. Кто-нибудь из вас готов ее перебить? Нет, 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 никто его не может. Вы понимаете, что вы этот аукцион проигрываете, вам вообще особого смысла участвовать в нем нет. Ну, в общем, действительно так. Ну, если хотите, вы участвуйте, но вы давайте все поставьте ноль, да, ну, это есть. Если это пройдет, то я вам всем, не знаю, по десятке забашляю. Все равно проигрывайте, а так вы что-нибудь получите. Все указывают вот эту самую низкую цену, да, потому что, собственно, это их доминирующая стратегия. Вот, и к ужасу своему аукционист видит мою заявку 800 и видит там кучу вот этих нулей, да, и говорит поздравляем, вы выиграли, вот цена второго, ноль, резервная цена. Александр, я как раз аудитория хотел отметить, что вот аукцион викри, это как раз применение механизма викри, клах, гробс, напрямую, и вот эта вот вторая цена, если мы в лоб начнем вот так решать задачку, кому достанется, она считается ровно таким образом, что победитель должен второму проигравшему, ну, то есть заплатить цену второму проигравшему, так что иначе в этом обществе второй проигравший по цене получил бы этот аукцион. И то, что я вам как раз говорил, что это кооперативно неустойчивый механизм, это ровно та самая ситуация, когда все не будут раскрывать свои ценности, причем интересно, что не первому надо не раскрывать свою ценность достоверно, а проигравшему, он от этого ничего не теряет, но коалиция выиграет. Ну, и причем вы видели, что это принесет очень маленькие денежки, аукционист вообще ничего не принесет, если он о резервной цене не позаботился, а вот, например, в аукционе первой цены такого произойти не может, потому что хорошо, вот этот самый товарищ, он же знает, что он должен заплатить сколько поставит, и он выясняет, что его оценка 800 тысяч, никто не готов заплатить больше, говорит, я хочу этот лог получить, вот давайте я резервную цену допустим, не знаю, 100 тысяч продаю, дешевле нельзя, ну, самое минимальное, что можно, а вы все, я поставлю 101, вы поставите 100, и, соответственно, я тогда выиграю, если такое пройдет, я вам десятку запашляю, все говорят, ага, ага, приходят домой, думают, а что, я могу поставить 102, да, и получить этот лог, а кто-то подумает, наверное, кто-нибудь 102 поставит, я поставлю 105, 110, ну, в общем, в любом случае, кто-нибудь, да наверняка поставит сумму больше, и это означает, что никакой такой вот уже коллекционной устойчивости здесь не будет, вот, собственно, первая такая проблема у аукциона Викри, теперь, допустим, у нас аукцион Викри состоялся, и к ужасу своему аукционист видит все эти самые нули, да, и 800 тысяч от первого участника, он понимает, что он ничего вообще не заработает, да, но звонит своему другу, который в этой же сфере работает, говорит, слушай, вот такая проблема, сделай срочно ставочку, там, до 790, тот делает ставку, и аукцион проходит, объявляется, что вы победитель аукциона, была очень жестокая борьба, вы все-таки победили, вот, был участник, который поставил почти столько же, 790, поэтому вот с вас 790, заплатите, пожалуйста, в кассу, и если аукционист может такое делать, или, по крайней мере, участники аукциона верят в то, что такой обман, такой подлог возможен, то аукцион рекри тоже перестает работать, то есть все, зная вот эту штуку, уже не будут поддаваться на эти вот действия. А разве у победителей есть цена указывать частную цену, а не минимальная бюджетка? Мы только что сказали, что это оптимальная стратегия, ну, то есть, как бы победит, все равно платит цену второго, ему все равно, да, вот, но, допустим, всегда же есть вероятность, а пришел кто-то левый, да, я со всеми договорился, пришел кто-то левый, если я сделал цену ниже, то, как бы, и опять-таки, если я сделал цену ниже, то может возникнуть стимул у кого-то из вот этой вот комнаты, так, если вдруг. а какие стимулы есть у второго? У второго нету никаких стимулов, потому что он увидел, что он проигрывает аукцион, а так он, по крайней мере, чего-нибудь получит от этого самого победителя, если тот ему что-то пообещал. Но если не пообещал, то ему как бы все равно. Не, но если аукционист может ввести какого-то своего, этого, который там поставит цену чуть ниже, то это вообще весь аукцион ломает, потому что у меня выигрыша не будет, он не всегда выигрыша и не настолько часто реализуется. Ну и третье, то что вот эта простая стратегия, да, она работает при однократном взаимодействии, а если, ну какие-то повторяющиеся, похожие продажи могут быть, ну, по крайней мере, если есть предположение о том, что аукционист, узнав все эти ценности в головах всех участников, сможет это как-то использовать в своих интересах, ну, мало ли, да, то есть, я сходу не скажу, что он может, ну, разных людей свои тараканы, да, променять что-то, узнает, потом воспользуется. Многие же верят, что это может произойти. И вот тогда это тоже может быть сломано, да, то есть, ну, как минимум, вот эти вот три момента, они делают этот аукцион не всегда реализуем. Хотя, при этом, на практике, вот тот самый пресловутый eBay, когда на нем продается все, что угодно, от какой-то мелочевки, там, до тех же самых картин за десяток миллионов, да, то есть, такое тоже встречал, бизнес-джеты, там, самолеты продаются, тоже за огромные деньги, то есть, совершенно разного масштаба продажи, опять-таки, многие воспринимают это, как аукцион английский, да, то есть, собственно, там какая-то цена есть, я устанавливаю цену больше, вот, но вот все, на самом деле, не совсем так, он устроен именно как аукцион Викри, потому что я, когда делаю заявку, ну, например, я вижу цену, там, не знаю, тысячу долларов, да, а я готов, в принципе, заплатить две тысячи, я могу там, допустим, минимальный шаг сто долларов, я могу установить тысяча сто, но я могу написать две тысячи, и это означает, что сама система начинает торговаться за меня, то есть, если никто не перебьет мою ставку, то я, собственно, смогу победить с ценой тысячи сто, хотя я указал две тысячи, а вот если пошла торговля, то система будет сама за меня за две тысячи, за две тысячи торговаться, ну, собственно, были исследования, как раз Ялвин Рот, уже упоминавшись сегодня, по-моему, в Кувара, как минимум, завтра, наверное, когда речь пройдет про мейчинги, о нем будет чуть более подробно, но вот в том числе он оценивал результаты аукциона eBay в сравнении с аукционом Амазона, да, в аукционе eBay как раз в последние минуты, даже секунды организации этого аукциона огромное количество заявок, да, то есть цена стояла, стояла, стояла на одном уровне, в последние секунды она резко повышается, вот, почему такое происходит, потому что люди стратегически мыслящие понимают, что вполне возможно, что именно на этот лот скинулись те товарищи, которые не в курсе вот такой вот особенности, и они увидели там цену, ну, подняли, да, в последний момент они перебить просто тонально не успеют, вот, и я смогу выиграть аукцион за меньшую цену, получив этот лот, вот, а в Амазоне там, если делается ставка, то аукцион продляется там на 10 минут, с чем-то условно говоря, там, у меня плохой интернет, или там, я, по крайней мере, даже вбить заявку мгновенно могу не успеть, вот, дается вот это вот время, то есть он расширяется, то есть не то, что там 23,59, если так, я вижу цену 100, говорю цену миллион, и получаю товар за 100? Ну, если никто не перебивает это в самом целом, если никто не перебивает миллион? Если никто не перебивает 100, то есть если никто не указывает выше, ну, я мог бы указать, ну, допустим, там, не знаю, 110, да, вот, я пишу миллион, а 10, там, допустим, минимальный счет, я получаю за 110. То есть, чья-то чужая заявка плюс минимальный счет. Нет, а кто-то может, а если кто-то сказал 200, я же указал миллион, поэтому я получаю за 200. Я получаю за 200. Какой стимул тогда, вот, кому-то говорить 200, если он понимает, что все равно, он просто не знает этой особенности. либо 200, это его идеальная максимальная цена. На самом деле, многие считают, что зачем мне указывать цену больше, то есть, если я указал больше, то предполагается, что вроде, я это не должен на сумму заплатить. Там это работает чуть по-другому. Ну, возникает вопрос о разных форматах, а вот что выгоднее, стоит ли аукцион первой цены производить, или аукцион второй цены, в первом будут врать, во втором не будут врать. Ну, если мы предполагаем честного аукциониста, если мы предполагаем, что участников, например, много, как на аукционе eBay, там сговорить уж точно не получится, поэтому там может быть реализован. А может быть вообще какой-нибудь аукцион третий цены сделать, или какой-нибудь гибрид, или там all pay есть аукцион, когда просто все, сколько установили заявки, можно, собственно, в конверт прямо денежек вкладывать, кто в конверт вложил больше, тот и получает лот. В реальной жизни, конечно, именно такие аукционы не очень часто происходят, но если абстрагироваться непосредственно того, что мы называем аукционами, говорить, например, про политические выборы, там где они честно происходят, по сути дела участники вкладываются в свою избирательную кампанию, чем больше денег вложили в избирательную кампанию, участникам, как здесь, в Владивостоке, по тысяче рублей заплатили, и куча народу проголосовала, что за кого надо. Собственно, везде, наверное, в других регионах так же происходило. Ну, соответственно, больше вложился, больше шансов победить. Но кто вложился мало, он все равно это мало потеряет. По сути дела это оба. Или там в спорте, например, нужно вкладываться очень сильно, но понятно, что на Олимпиаде побеждают только один, трое получают медали. Если я был на четвертом месте, я всю жизнь боролся за это, я надеялся, что у меня все получится, но я вот пролетел в нем на Олимпиадную медаль. Так вот, все-таки, чем отличаются аукционы и какой самый лучший. Неожиданный результат, который получил название Теарема об эквивалентности формата, которое было доказано Нобелевским мауреатом Роджером Майерсоном, говорит, что все аукционы в некотором смысле одинаковы. Есть и выполняются три предположения. Первое это эффективность, что объект отдается участнику с максимальной ставкой. То есть, кто указал больше, тот получает объекта. На самом деле, даже это не требуется, требуются более слабые условия, что должна быть одинаковая функция размещения объекта. Что это означает? Допустим, у нас на аукцион выставляется не какой-то лот, а, например, пакет акций. Вполне можно посмотреть аукционы, все аукционы, на которых кто указал максимальную сумму получает 80% от этого пакета, а, допустим, у кого вторая цена получает 20%. И вот среди всех аукционов, где такая функция размещения объекта, тоже будут эти условия выполняться. Но это редкая ситуация, чаще всего все-таки есть один победитель, который получает все. Так вот, если лот достается участнику с максимальной ценой, с максимальной указанной ставкой, если при этом тот, кто не ценит этот объект вообще ничего не платит, то есть отсутствие входного билета, и третье, мы рассматриваем, как это часто бывает в экономике, симметричные равновесия, то есть участники ведут себя одинаково. Ну, какие-то, не знаю, наверное, можно придумывать некие иные равновесия с очень взащенными стратегиями разных участников, вот, другое дело, это, конечно, в некоторых сферах даже видно какие-то такие вот очень интересные как такая математическая задачка найти, а что еще можно здесь напридумывать такую вот выгнутую, загнутую, но, конечно, к этим равновесиям никто никогда в жизни не сойдется, а вот симметричные равновесия, симметричные стратегии поведения участников, это не означает, что сами участники симметричные, они могут плот оценить вполне по-разному, кому-то эта картина нравится, кому-то эта картина не нравится, но у них одна, собственно, стратегия поведения, там, допустим, указывать в аукционе первой цены какую-то долю отставки, в аукционе второй цены указывать честно свою ценность, вот в этом случае, если мы рассмотрим вот эти вот три предположения, то средний выигрыш продавца не зависит ни от каких других правил проведения аукциона. результат, конечно, очень сильный, все аукционы одинаковые. А что такое средний выигрыш? Как влияет под мой билет? Как влияет под мой билет? Что будет? В чем проблема? То, что у нас могут быть такие распределения ставок, что этот лот вообще не будет никому дан. То есть, допустим, мне нужно в любом случае за аукцион заплатить входной билет сто тысяч за участие в аукционе плачу, а мне эта картина не нравится. У меня оценка 50 тысяч. Я в аукционе не участвую. Естественно, я тебе... Александр, если позволю, опять небольшой комментарий на то, что я говорил про эквивалентность игр. Вот конкретно техника, которую применял Майерсон, она ровно такая. Он показывал, что исходы нескольких игр, порождаемые разными аукционами, они эквивалентны. То есть, вот это тоже классический пример применения этой технической пакуалет. И там как раз вот этот самый прямой механизм как раз... Да, 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 да. Как раз вот этот прямой механизм с ценами. Это все ровно вот это один из кейсов в 2-м. Ну, у нас сегодня очень коррелирует. А средний выигрыш продавца, это цена, да? Что? Средний выигрыш продавца. Да, средний. Опять-таки, на что важно обратить внимание. Именно средний. Если я провожу миллионы аукционов, то я получу одинаково в среднем за все эти самые в каждом конкретном аукционе при каждой конкретной реализации у меня будут результаты разные. Вот коротенький пример, да? Что три участника участвуют в аукционе картин и ценят их от нуля до миллиона рублей. То есть может мне картина вообще не понравится, я могу оценить на миллион. Я знаю то же самое про остальные. При этом конкретно поскольку оценивают этот лот остальные, я не знаю. Я перехожу на аукцион, вижу там сидит еще двое других участников, я не знаю, что у них в голове, они с таким покерфейсом сидят и не демонстрируют, понравилась им эта картина или нет. Так вот, допустим, реализация такая, что у одного ценность 900 тысяч, второго 850, третьего 300. То есть кто-то ценит сильно, кто-то ценит поменьше, кто-то не ценит почти совсем. В аукционе витри понятно, что они эти суммы и укажут. Сколько получит аукционист? Победит тот, конечно, кто указал 900, но он заплатит цену второго, он заплатит 750. Если аукцион первой цены, опять-таки здесь я не увожу, но в теории аукционов доказано, какая доминирующая стратегия, доминирующая стратегия для N участников это N-1 деленное на N умноженное на свою ставку в N. В данном случае 3 участников 2 трети V каждый должен указывать. И тогда ожидаемый выигрыш будет максимальным. Соответственно N указывает не 900, а 600. N указывает 750, 500. За этот не 300, 200. Что тогда получается? Выигрывает первое, естественно, но он платит 600. Заметим, что сумма уже другая. Наконец AllPay. AllPay это как раз аукцион, когда платят все. Опять-таки можно посмотреть для участников какая доминирующая стратегия, сколько надо ставить, если у меня какая-то оценка. Опять-таки есть формула. У меня есть книжечка, собственно, в августе такой анонсик. К сожалению, я не могу всем презентовать книжку, но я могу по крайней мере в авторской редакции, в варианте всем скинуть в чат отправлю с Илёшей Саватеевым. Вышла как раз занимательная экономика, теория экономических механизмов. Здесь попытались насколько возможно популярно изложить разные темы, в том числе аукционы сегодняшние, и мэтчинги, и коллективная ответственность, и ценовая дискриминация, в общем-то разные темы, насколько возможно, понятно, попытались изложить. Вот там в том числе это выводится. Но что получается? Если мы верим этой формуле, 2 третьих умножить на В в кубе, в данной степени, то заявки соответственно будут 486, 281 и 18. Понятно, что человек, который оценивает на 300, он очень низко ценит вероятность своего выигрыша, то есть должны ценности остальных двух участников быть ниже, чем 300 одновременно. А во всех остальных случаях я просто эти деньги отдаю. Ну и соответственно 18 тысяч я готов вложить какую-то вероятность выпускаю. Не очень сильно. А вот от второго, например, поскольку у него ценность 750, он допускает, что он с высокой вероятностью этот аукцион выиграет. И его доминирующая стратегия как раз все-таки достаточно большую заявку сделает. Он делает заявку 281. Но ему не повезло. У кого-то оказалось еще выше в первой указанной 486 и выиграл. Но аукционист в сумме получает 785. Заметим, результаты разные получаются. Но это для конкретной реализации. Будет другая реализация. Где-то аукцион уиквид даст самый высокий уровень, где-то аукцион первой цены, где-то all-pay. То есть здесь возможно все, но если миллионы аукционов провести, то при условии равномерного распределения этих подставок они все принесут одинаковый средний результат. Но Терема Марсона говорит о том, что все одинаково. В реальной жизни не все одинаково, потому что реальные люди не совсем такие homo экономикус. И даже если homo экономикус, то иногда с некоторыми определенными аукционами некоторые свойства мы уже говорили. В английском это простой понятный прозрачный проще него ничего не придумано. Многие только это аукционы знают. Голландский уже говорили, что быстрый аукцион. Первая цена устойчивая взговора, защищенная от недоверия к аукционисту. Вторая цена выявляет листинные ценности участка. Что еще? Мы везде считали, что у нас риск нейтрала. А в реальной жизни у нас опять-таки в экспериментальной экономике есть куча экспериментов, которые показывают, что люди часто не являются риск нейтралами. Даже это можно определенным способом мерить. насколько люди не склонны к риску и за сколько готовы переплачивать за надежный результат. Так вот, если у нас в аукционе участвуют рископобы, то аукцион первой цены собирает больше денег, чем аукцион второй цены. Вот есть короткие результаты. Для рископилов наоборот. Может быть ассиметричность устреления оценок. Участвуют принципиально разные игроки. Мы говорили, что все на 0.1 распределены их оценки. 0.1 конечно можно смещать как угодно. Понятно, что 0 это просто минимальная для всех и максимальная для всех. Можно как угодно расширять и сдвигать интервал. Но может быть в аукционе участвуют разные люди. Есть особые ценители именно этого вида искусства. Есть какие-то просто ценители искусства. Может быть кто-то заинтересован. Но вполне возможно что ценности будут ниже. а может быть кто-то вообще особо не интересуется. Может быть как инвестор хочет в это дело вложиться. И вполне возможно что это как-то известно. Поменяет этот результат? Да поменяет. Более того тогда в аукционе первой цены возможно неэффективность. То есть примерно как в монополии что делает монополист? Он сокращает поставки. То есть кому-то вообще это благо не продает. Но зато с оставшихся он получает очень большие деньги. Так вот здесь допустим игрок может выиграть гарантированно. Но что он делает? Он заведомо снижает сумму снижает ставку для того чтобы выиграть много но при этом он может проиграть кому-то другому кто так просто сложилось что из другой подгруппы человек обладает достаточно высокой цены. То есть в этом смысле какие-то вот такие штуки могут случаться. Наличие в оценках участников общей компонентной. То есть вполне возможно что оценки не случайные а как-то связанные между собой. Во многих сферах это происходит. Если связь положительная то английский аукцион лучше чем аукцион второй цены а второй цены лучше чем аукцион первой цены. Откуда собственно это появляется чем больше информации становится доступно участникам тем лучше для аукциониста. Ну собственно это в некоторой степени результаты как раз Пола Митрома и Роберта Уинсона за что в 20-м году он получил Нобелевское время как раз аукцион связанными ценностями с общей ценностью с связанными ценностями с проклятием победителя то есть очень часто случается так что тот кто выигрывает аукцион если стандартной стратегией пользуется то он проигрывает допустим на какой-нибудь нефтяной участок на разработку отдается понятно что компания покупает его не просто так чтобы качать нефть и им дали пробурить пробную скважину в разных местах этого участка кому-то повезло там нефть бьет ключом а кто-то на другом участке там нефти нету вообще кто скорее всего готов заплатить больше наверное первый он будет бороться за этот участок потому что он видит что тут с нефтью все хорошо но что в итоге он бился бился получил этот участок выясняется что участок очень разнородный где-то она есть а где-то нет то есть он переплатил и он должен на самом деле сделать поправку если бы он знал ставки остальных то соответственно он наверное почувствовал что наверное что-то здесь не совсем так но он не знает ставки остальных но он знает что если вдруг он победит то нету никого из участников у кого оценка выше чем его собственная и он наверное может по крайней мере сделать некоторую поправку и снилить стоимость и соответственно все начинают снижать и результаты оказываются хуже если реальные ставки остальных известны то конечно это может изменить в том числе в сторону повышения вот этих вот результов если ограничены ресурсы участия то есть ситуация 90-х годов денег на участие в аукционе не было тогда в идеале был бы конечно олпи почему олпи потому что последователь есть та же самая у кого больше ценность у того больше ставка но ставки сильно ниже и поэтому победитель платит гораздо меньшую сумму а есть шанс что как раз эффективный собственник он сможет выиграть потому что у него все таки эти деньги будут отполнить но при этом олпи лучше чем первая цена лучше чем вторая ну и дальше можно продолжать если у нас могут быть коалиции участников если могут быть аффилированные игроки и так далее ну и финальная такая часть что мы попробуем поговорить про наверное одни из самых громких аукционов в истории про аукционы продажи частот для операторов мобильной связи ну опять таки когда там Маскен, Майерсон Гурвиц и так далее все это создавали Гурвиц еще в 60-е годы Маскен, Майерсон 70-е начало 80-е казалось что это очень красивая теория математика всякие теоремы но это страшно далеко от практики страшно далеко от жизни а потом спустя буквально 10-20-30 лет оказалось что это наверное одно из самых ярких достижений экономической мысли которая именно приложима к практике ну и собственно вот первый из таких совсем громких аукционов это наверное стал как раз аукцион для мобильных связей прогремел например аукцион великобритания ну начнем сначала с такого вопроса сколько лицензий нужно продавать сколько компаний сколько сотовых операторов должно работать на ручьи ну на первый взгляд конечно монополия это плохо одна компания понятно что будут огромные цены бороться за качество и тоже не хочется а вот нужно ли давать лицензии вообще всем кто хочет на этом работать будет много компаний наверное но к чему это приведет если было бы в России например 30 сотовых операторов которые в каждом регионе работают ну кстати вот в Москве некоторое время было довольно много сотовых операторов потом они постепенно ушли в регионах такого вроде как не было ну то есть везде наверное все равно ограничено было меньше 10 точно а вот если было бы 30 это было бы лучше или конкуренция это хорошо или плохо ты имеешь то что как бы открыть что может быть любое количество да можно сколько опыта скорее всего этим можно было бы манипулировать тем оператором то есть они могли бы доводить цену до муля по большому счету ну то есть как бы если количество этих уменьшается то опять же ну в смысле количество разрастается до того сколько тебе заявляют то есть фактически там могут приходить те кто вообще нисколько не готовы заплатить то есть я создаю типа якобы ну хорошо это как для потребителей это хорошо цены падают до нуля мы даровой связи портимся нет ну а потом например они выйдут и начнут засорять соответственно это пространство я не думаю что здесь уж совсем так страшно а вот смогут ли на самом деле цены упасть до нуля ну до полного нуля вряд ли но почти до нуля предельные издержки действительно практически близки к нулю но есть же и постоянные издержки да конечно то есть нужно создать сеть все эти самые вышки все эти офисы и так далее то есть это все стоит денег и не маленьких причем все это будет дублироваться там на 30 раз да поэтому собственно вот это вот огромное количество компаний это самая совершенная конкуренция она на самом деле и во многих рынках она вовсе не оптимальна более того есть собственно работа которая показывает что в равновесии рынке при некоторых положениях слишком много компаний да то есть если как-то не ограничено другое дело что в олигополе эти ограничения собственно могут проводить сами компании не пуская там новичков стратегических взаимодействий но если как бы мы предполагаем что у нас этого нет то компаний будет слишком много поэтому вот это ограничение на самом деле хорошо я правильно понимаю что цена будет стремиться к предельным издержкам а предельных издержек очень мало получается какая-нибудь модель а-ля монополитическая конкуренция начинается из текли это условие нулевой прибыли это больше похоже на естественную монополию когда у нее большие постоянные издержки а если ты устанавливаешь наложник предельных издержек то это будет в естественной монополии там-то государство на первое наилучшее решение ему придется доплачивать за эти самые убытки а компаниям никто доплачивать не будет и цена конечно до нуля не упадет хотя будет может быть ниже но общество понесет вот эти вот большие издержки связанные с входом компании на рынок ну конечно нужно учитывать еще и всякие особенности рынка кто на этом рынке участвует уже какое взаимодействие с другими странами особенно если речь идет как здесь о Европе и так далее значит в Великобритании какой был рынок что было 4 группы комператора Солнеппу 1,2,1 Овенч и Водофон несколько средних компаний ну и куча мелочевки которые работали в основном в лондере вопрос номер раз а сколько лицензий выдавать вот 4 лицензии это хорошо или плохо то есть крупные компании то есть по количеству вроде как ну 4 это вполне нормальная ситуация но в данном случае если мы пытаемся еще с аукциона продать вот эти права на работу на этом рынке мы наверное хотим каких-то денег еще сработать так вот если лицензии 4 крупные компании понимают что вот 4 крупные получат по своей лицензии средние и мелкие понимают что тут лезть сюда вообще никакого смысла нет потому что им все равно ничего не достанется а понятно что любая часть в аукционе это некоторые издержки зачем издержки тратить когда ты все равно ничего не получишь поэтому 4 лицензии были просто проданы за резервную цену вот этих 4 крупных компаний 3 например было бы уже получше что происходит ну мелкие средние понимают что все равно лезть сюда нет смысла а вот крупные начинают активно бороться между собой потому что понятно что кто-то из них из этого из высшей лиги через некоторое время будет устранен останется 3 крупных компаний потому что у кого-то не будет связи в формате третьего ну понятно что они будут бороться ресурсы большие опять-таки банковская система работает хорошо кредитование развито поэтому суммы зависят до небес то есть это уже вариант собрать большие деньги ну с 3 компаний очень большие деньги вот но правда 3 все-таки 3 маловато будет с точки зрения там уровня цены и так далее то есть высокая рыночная власть вот но все-таки всего 3 компании будут платить за эти лицензии было решено сделать лицензии 5 почему теперь уже и средние понимают что для одного из них будет путевка в высшую риму то есть через некоторое время крупных будет 5 при этом понятно что опять-таки в Великобритании кредитование работает хорошо даже я сейчас средняя компания у меня не такие гиперресурсы но я могу взять занять денег показав что они не просто так они для того чтобы войти на большой глобальный рынок и они будут бороться все вот эти 5 компаний все все вот эти средние компании за пятую лицензию очень-очень сильно то есть все средние подключились по полной а значит уже и крупнику зевать-то не получится потому что они автоматом свои 4 лицензии не получат потому что вполне возможно что там двое средних войдут на этот рынок вышли в кого-то из крупных три могут ну и вплоть до всех пяти если тем будут не с чем заниматься то есть начинается нешуточная борьба за будущее причем с понятным выигрышем гарантированно у кого-то из-за мне запретя на мета-четет ну и собственно именно так произошло то есть вообще в этом аукционе дизайн разрабатывали собственно крупнейшие специалисты по теории аукционов в частности Кен Гинбер Пол Клинбер опять-таки с применением то есть его там полгода обудумывали делали как раз много экспериментов для того чтобы как раз всякие побочные варианты выявить ну и результат собственно налицо сколько собрали средств собрали по 650 евро на человека переводено евро в сумме это было 39 миллиардов евро ну по масштабам что это такое заметим 650 евро в 2000 году заметим это ситуация когда в общем-то еще не очень развита сотовая связь еще не у всех есть мобильный телефон далеко не у всех это все включают детей и вот такие вот суммы это примерно два с половиной процента годового ВВП Великобритании или примерно месячные доходы от всех видов налогов в стране то есть месяц она может не работать и получить неизвестно уже лучше было делать так или лучше было собрать эти 650 евро напрямую налогами Вопрос условный то есть тут вопрос скорее связан с тем какая у нас целевая функция нет тут как бы вопрос что конечно в какой-то степени переложили эти денежки на то что потом достаточно дорогая сотовая связь присутствует но с другой стороны это готовность платить людей собственно экономисты знают что лучше не проводить там искажения то есть сколько готово заплатить столько и нужно если связь готова платить то вот собственно здесь эти суммы изъяли опять таки это проще в плане издержек то есть издержки ну сколько там конечно заплатили Клемперу там Минумору по-моему там Максон тоже как-то принял участие и так далее все равно это там десятки тысяч долларов это не миллионы тем более не миллиарды собрали сумму вот такую наверное это в общем-то хорошее по-моему я могу позволить себе купить варим варим ван 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 вот вот как раз к вопросу о том что подключение специалистов это важная история и от дизайна очень много что зависит опять таки возвращаясь к тому что дизайн эксперимента тоже продумывает потому что если ты сделаешь что-то не то то ты получишь что-то не то в Швейцарии чиновники решили что они сами все сами они все сами знают они видели сколько заработали в Великобритании давайте проведем аукцион сами никаким специалистам больших денег платить не будем организовали аукцион в чем отличие Швейцарии там на тот момент было 9 компаний которые серьезно боролись между собой было решено что нужно давать 4 лицензии вопрос в том что в Швейцарии есть 3 части есть франкоговорящая италоговорящая и немецкоговорящая часть и часть сотовых итераторов работали не всюду и вот мы выдаем эти самые 4 лицензии а допустим в итальянской части какая-то компания получившая лицензию не работает как бы нечестно тут будет всего 3 компания а не дай бог 2 компании окажется где-то понятно что это монополизация и справедливость надо как-то поддерживать поэтому решено было сделать лицензии делимыми компания все равно борются а если они работают одна французская вторая итальянская лицензия на двоих все нормально и они между собой не конкурируют это первая ошибка вторая ошибка в таких глобальных они сделали резервную цену низкую 20 евро на человека на евро компании оказались умнее то есть они решили что да мы очень сильно конкурируем друг с другом но если государство нам что-то дает на халяву то на халяву надо взять поэтому давайте две компании разделили первую лицензию две компании разделили вторую две компании разделили третью три оставшиеся получили четвертую у всех есть лицензия а теперь продолжим сборку между собой соответственно получили в 35 раз меньше чем в Великобритании на человека не говоря уж странно меньше а заметим это еще более богатая еще более дорогая страна там ожидались суммы 800-900 и можно было бы наверное их собрать если бы делать правильный аукцион они возможны по лесу по личным доходам чиновников царского правительства которые организовали этот аукцион ну во-первых все-таки в любом случае они не миллиарды получили а во-вторых ну как-то это было бы явно видно то есть там скорее все-таки не совсем высокий профессионализм те кто это организовывал а мы здесь рассматриваем просто прибыль аукциона то есть ну возможно же в Швейцарии положительные внешние эффекты больше ну да то есть то что мы смотрим конечно в Швейцарии в принципе компании заплатили поменьше поэтому в принципе могла быть более дешевая мобильная сейс вот ну был я в Швейцарии и не сказал что там дешевая мобильная сейс в России она дешевая в Швейцарии не помогло это опять-таки может быть ответ вот на тот самый вопрос была бы дешевая мобильная связь в Великобритании люди готовы платить ну в общем вроде как Швейцария некий показатель того что наверное не факт ну может быть там на сколько-то процентов да но не в разы таких кардинальных эффектов бы это не дало ну тоже можно сказать а может быть Великобритания это вообще особая страна это исключение ничего подобного в Германии 615 евро на человека всего поскольку страна еще больше 50 миллиардов собрали в Голландии да там интересная такая вещь что там пригласили тоже больших ученых которые начали разрабатывать дизайн ну и поставили одно условие мы хотим 5 лицензий а там 5 крупных компаний ну ничего не сделаешь так как вопрос о том что в некоторых ситуациях механизм дизайн бессилен резервную цену не получается значит не получается но резервную цену как я понимаю в первую очередь именно ей и подняли уровень естественно там получили 170 евро ну поменьше чем там но все-таки достаточно большая сумма в Австрии 100 в Дании 95 в Бельгии Греции 45 ну опять-таки можно смеяться над Швейцарией в России аукцион не проводился совсем ни 3G ни 4G говорили вот осенью 19-го года сказали что мы сделаем аукцион для 5G и в 20-м году он должен был произойти но пришел коронавирус и было принято решение мы не будем проводить аукцион снова конкурс красоты чиновники решают кто достоин кто не достоин к вопросу о том чем это может быть плохо и вообще готов может Россия вообще не готова платить готова значит пример из моего родного Иркутска имеется значит компания в Умбелком собственно Билайн долгие годы не могла получить чистоту для работы в Восточной Сибири то есть у нас там Телет 2 вошел в 3-м году в 4-м вошел в ДТС потом в 5-м Мегафон Билайн с 3-го года до 7-го пытался добиться этой самой чистоты и просто чиновники под каким-то причинам отказывали не дадим и все заметим не маленькая компания это не какой-то ноунейм не смогли добиться что пришлось сделать все-таки федеральный оператор должен работать во всех регионах купил готовую сеть Телет 2 Телет 2 из Иркутска тогда ушла спустя много лет пришла заново но уже в районе 15-го года а тогда собственно купили готовую сеть но готовая сеть понятно что стоит чуть дорого чем просто лицензия но тем не менее сумма впечатляет то есть за каждого оператора за каждого клиента включая фиктивных понятно что тогда сеньки раздавались на него направо так вот за каждого клиента было заплачено по 30 тысяч рублей ну можно представить за какое время видимо это еще 2007 год то есть в нынешних деньгах это ну наверное порядка сотни порядка ста тысяч за сколько времени вы выговариваете 100 тысяч федеральный оператор может не смог но конечно никто из местных даже отряда но это вот как раз те суммы которые могли пойти в бюджет которые не пошли из-за того что я добавлю еще так как я ехал по этой так вот за иркутском тебе два заканчивается и начинается в Хабаровске ну в общем да ну вот как раз начиналась эта история на самом деле не в Европе а в Штатах когда взамен классическому варианту когда там чиновники там узким кругом по неформализуемым правилам кому-то дают кому-то не дают то есть можно конечно сказать что а у вас там вышки хорошие у вас проект хороший у вас там чего-то еще а вот вы занесли а те не занесли поэтому вам дадим а те не дадим ну в общем непонятно как все это решается понятно что это довольно коррупционная схема аукционы как уже говорилось они предоставляют вот этот довольно честный вариант распределения да ну и вот собственно в 94-95 годах было решено сделать первый в истории аукцион по продаже тогда еще тоже частот для 3G в штатах водительных по округам и пригласили в том числе недавних нобелевских лауреатов полмилграм участвовали в этом значит ну какие принципы здесь работали да то есть во-первых нужно было передать лицензии наиболее эффективным операторам да то есть первое желание но второе конечно собрать побольше денег в бюджет что для этого было сделано поскольку главная задача обеспечения эффективности при наличии общих компонентов ценностей уже говорили английский аукцион лучше чем первая цена первая лучше чем вторая сделали английский аукцион чтобы максимально эта информация была наступна несмотря на риск сговора опять-таки с целью увеличения эффективности чтобы не было каких-то там неэффективных ситуаций все блоки спектра продавались одновременно то есть несколько лицензий в каком-то округе не один за другим а параллельно вот отказ от комбинаторного аукциона витрии из-за риска сговора как раз ну и необходимость стимулировать ставки когда идет открытый аукцион а там было так что каждый день компания может повышать цену на какую-то сумму как правило не меньше чем на 10% и аукцион заканчивается тогда когда никто больше целиком аукцион по разным кругам проводится когда везде все устаканилось никто не повышает ставки аукцион заканчивается соответственно каждый раунд первоначально пока люди привыкали раз в день ну а последние раунды уже были быстрыми до 20 минут чтобы быстро все это более-менее закончить вот было собрано на самом деле конечно ожидалось что соберут достаточно большую сумму но тогда никто не представлял а сколько то есть про сумму в Великобритании вообще тогда еще не говорилось типа соберем миллиард уже будет неплохо 10 миллиардов это просто предел мечтаний собрали 20 нынешних дел это порядка 35 миллиардов заметим в 95-м году в 95-м году у кого был Солтовый почти ни у кого то есть это скорее была некая мечта о будущем то есть то что у нас появляется будущий большой глобальный рынок который через несколько лет начнет работать и вот собственно на этом будущем рынке вот такие суммы были собраны в 14-м 15-м году в Штатах прошел аукцион уже по 4G участвовало 70 компаний 31 получила чистоту собрали еще 45 миллиардов в 20-м 21-м по 5G 57 компаний собрали еще 70 миллиардов то есть сумма мы видим что всего вместе взятая сумма 150 миллиардов долларов то есть опять-таки если разделить даже на каждого американца порядка 500 долларов на человека собственно те суммы которые на этом рынке есть не только богатые стран то есть очень большое количество стран сейчас больше 50 стран провели такие аукционы в Индии больше 15 миллиардов собрали хотя понятно что это страна бедная правда большая тоже достаточно хороший результат в Египте были аукционы в странах платежи были то есть это достаточно интересная история при этом было некоторое количество фейлов так совсем по-быстрому как-то одновременно несколько заявок продавался это имеется ввиду что например стоит 40 заявок то есть если предложила 50 сегодняшний день не считается завтра подается более высоко проводится аукцион по теснему округам то есть 45 опять снимается значит еще повышаем правильно понятно и когда совпадает 40 40 то есть покупателей лицензии то соответственно на каждый округ выдается сколько-то лицензий в зависимости от размера где-то 2 где-то 3 где-то 4 и так далее и вот во всех кругах то есть компании работают не по всей а не за каждый округ в отдельности а по всей и идет борьба за каждый и вот в этом округе например продается 3 лицензии и в другом округе одновременно продаются лицензии ну и соответственно вопрос будет ли кто-то из участников поднимать цену в каком-то изгруппе нет ты сказал что непоследовательно продавалось ну то есть я не по одной продаю как бы лицензию да можно продавать по одной лицензии как это несколько это как когда совпадет количество желающих есть аукцион за одну лицензию есть аукцион за вторую лицензию и более того например одна компания может получить две лицензии тогда у нее будет тогда будет не три участника на рынке а например два а если компания купит три лицензии то она будет монополистом но наверное придется ей очень неслабо заплатить потому что ей нужно всех остальных конкурентов с этого рынка выше пара это конечно такая очень маргинальная ситуация но тем не менее есть но это как раз позволило привести ситуацию сговора вы были торговли по разным кругам 283 378 и 455 торговли 10% но это не строго 10% а это минимальная надбавка обычно все округляют суммы здесь у нас идет ожесточенная борьба за 378 568 567 223 и так далее цены увеличиваются при этом в 283 маклеот за 56 получает и вроде никто больше не хочет перебивать а здесь этот самый маклеот мешает получить рецензии за низкую цену что делает компания ей не нужен ни 283 ни 450 но она в 55 раунде делает ставку 313 378 долларов 378 долларов почему ставят не мешайте мне в 378 округе уйдите оттуда а не то я буду вам мешать здесь а заметим в штатах ну во-первых как бы очень жестко со всеми сговорами да то есть там вполне встречается многомиллионные на сотни миллионов штрафы тюремные сроки за сговор дают вот ну и более того там даже если не знаю какие-то топ-менеджеры компании где-то замечены вместе гарвард закончили решили встретиться и вот там такая частная вечеринка где они там уединились и общаются друг с другом вот потом там обнаруживают что где-то там цены повысились вот собственно это уже сигнал потому что может быть организованное дело сговоре потому что вот они вместе кроме того есть программа сотрудничество следствием корпорит линдс программ когда собственно начинают копать да если ты сдаешь напарника то ты освобождаешься от ответственности соответственно твой напарник гребает по полной да поэтому вот прямой сговор даже просто встретиться договориться о чем-то не дай бог по телефону да понятно что там потом все эти разговоры тоже поднимут и в суде докажут наличие сговора то есть об этом речь обычно не идет да поэтому вот передать о том что не мешай мне в 378 округе не так-то просто а здесь подали заявку и с одной стороны всем все понятно всегда можно сказать сложная модель вот мы тут посчитали и вот наше НПВ вот ровно 313 тысяч 378 долларов вот получилось вот смотрите еще 50 раз да вот Маклевак не понял ну и сделал вид что не понял в 61-м периоде в 6 округах сейчас там в 283-м были сделаны ставки оканчивающиеся на 378 то есть было показано что мы будем мешать вам теперь всюду заметим что компания уже переплатила плюс 10 плюс 10 плюс 21 процент уже к тем суммам которые были то есть это не дешево компания пошлась ну и понятно что компания сказала ладно отдаем этот самый округ то есть вот здесь торговля закончилась здесь пришлось перебить на этом закончилось вот поэтому вот после этого был сделан вывод о том что делать произвольные ставки разрешать не стоит потому что там плюс 10 процентов значит плюс 10 процентов плюс 1000 значит плюс 1000 в этом смысле без всяких вот таких вот сигналов не только да и здесь могло то есть везде торговля продолжалась бы более и более жестко нет почему вот там бы они как раз бы не это не стали бы а вот в остальных хорошо здесь здесь могут быть там на 20 процентов ниже зато здесь в три раза больше опять таки здесь могут быть не сразу да если бы на этом уровне все началось то было бы там еще меньше собственно как бы я тут могу вообще ничего не говорить потому что было исследование что на самом деле не единственный пример да были компании даже где-то доводили до суда но штрафами в данном случае на удивление не закончилось ни для кого но при этом понятно было что сговор с использованием шифров использовали компании получившие 40 процентов спектра на первом аукционе и заплатили они на 18-36 процентов меньше чем были ну собственно вот 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 и ответ почему сбор нехорош конечно стараются от этого отходить вот вот в германии еще даже в 2000 году там аукцион был первым в германии достаточно неплохо прошел то есть мы уже говорили там 615 евро на человека 50 миллиардов в совокупности имеется ввиду за все земли земли германии вот ну вот были отдельные разные блоки и вот были два гиганта там манасман и тимобайл было 10 более-менее равноценных блоков по-моему это один из крупных городов типа пирогина и соответственно минимальный шаг был 10 процентов что делает манасман делает ставку 18-18 миллионов марок а это очень близко к резервной цене на блоке 1.5 и 20 миллионов на блоке 6.10 причем 18-18 ну явно не круглая сумма чтобы она была замедленная но если добавить 10 процентов это будет ровно двадцатка что делает тимобайл ставить 20 миллионов ровно вот сюда ну а там получается за 20 миллионов манасман тимобайл не лезет такое разделение рынка те половины и не половины те пять и не пять и завершение торгов произошло то тоже пример как через вот такие вот заявки мгновенно сговор был реализован вот про нечестную конкуренцию да вот опасение монстра есть такая штука в штатах крупнейшая компания AT&T значит она во многих округах просто получила по резервной цене эту лицензию потому что там есть гораздо менее крупные компании которые хотели его бороться но там несколько лицензий две лицензии или три лицензии за вторую и третью идет ожесточенная борьба на высоких ценах здесь AT&T резервную цену установила оказала такую ставку остальные за эту лицензию вообще не борются потому что понимают что они все равно проиграют но им потом припомнят что мешают AT&T такая штука тоже присутствует ну как некоторый пример того что по поводу вот этой абсолютной эффективности аукционов тоже ну не всегда есть вот такие вот эффекты есть вот как раз пример когда для увеличения рыночной власти несколько компаний боролись между собой и какая-то из них пытается загрести не одну а больше одной лицензии для того чтобы увеличить потом свою рыночную власть вот на первых торгах на нью-йоркском рынке было предложено три лицензии и на цене семьсот восемьдесят два миллиона на нью-йоркском рынке три компании Verizon, Singular и AT&T могли разделить просто эти самые три лицензии да остальные компании остались позади что делает Verizon она борется за вторую лицензию да то есть она продолжает борьбу и на сумме два миллиарда выигрывает ее сингулярно заметим в три раза большая сумма она получила две лицензии да то есть 2 умножить на 2 4 миллиарда по сути дела она переплатила восемьдесят в шесть раз но при этом она вышибла ту компанию ну в данном случае AT&T явился таким безбилетником который ну как безбилетник тоже в три раза переплатил да два миллиарда пришлось платить для того чтобы остаться с лицензией вот осталось после этого две компании а не три вот а Deutsche Telekom в аналогичной ситуации тоже боролась 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 но не смогла да переплатила 2 миллиарда евро и по прежнему получила одну лицензию то есть в данном случае для государства показалось хорошо потому что собрали сильно больше денег при этом монополизации не случилось можно иногда давать преференции отдельным участком аукцион в принципе это справедливая история но можно иногда кому-то доплачивать да ну иногда конкретным игрокам без иных условий вот что на некоторых аукционах было там в штатах в том числе сделано местные компании получали некие преференции да то есть они например платят там сумму в миллион а им условно говоря насчитывается на счет там миллион двести да то есть двадцать процентов и им добавляет как бы государство вот например местные компании компаниями которые руководят женщинами компаниями где работают там национальные меньшинства да там в том числе афроамерикан были варианты для латиносов вот опять таки в некоторых случаях это по крайней мере обосновывалось я не знаю там верили или не верили те кто все это организовывали что преференции стимулируют участие тех кто иначе бы на аукцион не вошел а дальше они начинают сами торговаться начинается большая конкуренция большая борьба и более высокие цены ну как бы вот этот психологический эффект он иногда работает так толпа включает очень ну на аукционных картин на самом деле тоже такое бывает если активная парьба то в нее включаются те кто и не планировал вот ну и иногда думали что может быть даже приведет к росту собранная сумма но выяснилось что на реальных аукционах если размер вот этой безразвязанной половой помощи не очень большой там до 25% то практически результаты не меняются то есть кого хотели поддержать те ничего особо не получают да соответственно государство не платит деньги если высокая субсидия то субсидируемые участники побеждают но рост цен на 40% переплатить на 40% увеличилась сумма примерно то на то и выходит то есть какие то вот такие вот вещи все более менее симметрично вот по поводу отсутствия штрафа за отказ платить вот ну для чего это может быть нужно ну например кто-то делает просто блокирующую заявку чтобы конкуренты не пошли на рынок все испугались хорошо по этой блокирующей заявке я начинаю работать да вот а если допустим я указал слишком большую ну соответственно может оказаться так что мне потом и платить не ищем если особенно в нескольких кругах так взял и выиграл вот опять-таки я мог сделать так я большую заявку ставлю для того чтобы поднять цены чтобы мои конкуренты очень сильно потратились да в других кругах у них тогда не будет ресурсов со мной бороться то есть какие то вот такие стратегические мотивы здесь могут быть ну а второй вариант если это закрытый аукцион первой цены а заметим что тогда нужно платить свою поставленную цену я делаю кучу заявок я делаю заявку там миллион я делаю заявку 900 тысяч 800 700 а потом выясняется ага у второго там цена 650 я с заявкой 700 выигрываю я дезавуирую заявки 800-900 миллион меня здесь не было это не я я в не меняем состоянии поставил а вот ту заявку я за 700 тысяч готов заплатить вот ну и если действительно такое оказывается возможно то соответственно наверное это сильно меняет и стимул участников и результаты ну и вот опять таки оценка что в Австралии там был аукцион где государство из-за вот таких вот действий не досчиталось 200 миллионов аукцион вот опять таки проблема параллельных торгов то что меняется поведение участников возможно не рациональность но особенно аккуратно нужно быть если параллельно используется аукцион второй цены да но по поводу резервной цены или она отсутствует или занижена ну пример с Швейцарией мы уже упоминали здесь вот другой пример это опять таки не сотовая связь это кабельное телевидение тоже лицензии выдавались вот и вот один из лидеров рынка тотализатора AB пытался участвовать в этом самом тотализаторе аукциона лицензии в шести кругах значит заметим что компании запрещено было участвовать более чем в шести кругах она хотела там было быть даже и всюду понятно что не везде убедила бы но вот в итоге она сделала стандартную ставку 400 на 2 тысячи долларов при этом получила только одну лицензию за 100 тысяч оказалось не та не там она делала заявку при этом заметим ну в четырех там компания сканет ВОК ТВ заведомо перешибла всех остальных поскольку аукцион второй цены то можно было ставки делать достаточно большие да вторая цена 401 в пятом округе опять таки они оказались вторыми потому что некая винасть туристян 685 предложила вот в шестом округе не досчиталось государство да потому что вторая цена была всего сотни собственно резервная цена предложили 401 никто в этот округ не полез да а здесь наоборот не поставили поставили здесь 401 можно было бы выиграть и и государство получило бы деньги и компания получила бы лицензию но здесь опять таки две компании на совсем низких ставках получили эти лицензии такие проблемы тоже могут быть ну собственно наверное на летом я так немножко перебрал время я собственно не закончу ну собственно такой глобальный посыл что дизайн имеет значение поэтому к нему нужно относиться очень аккуратно продумывать в том числе возможные стратегии поведения участников вот ну а подробнее на самом деле вот в том числе у меня и на ютубе есть на канале видео ссылочки я наверное скину ну и вот еще раз анонсирую что есть книжка есть она и на нейтрисе есть во всех магазинах всей страны ну и в москве у нас будет в московском доме книги 20 октября большая презентация приходите кто из москвы по владивостоке будет двенадцатого ноября все спасибо если кого-то что-то попросит то в пылуарах наверное а я вот хотела спросить там были формулы где две трети эмберические да это именно теоретический результат в книжке он доказан собственно из теоремы Майерсона что можно сделать мы знаем например оптимальная стратегия в аукционе первой цены мы знаем что в Allpay будет то же самое вот и собственно отсюда мы выводим можно и прямо ну прямо там какой-то очень длинный вариант ну не знаю здесь здесь по ту строчку а а как-то я просто плод пытался это сделать что там просто базис равновесий 7000 информацию с равновенными скотинами по ревенчику ну может быть да может быть может быть а там 0618 да там две трети ровно или там 0618 две трети ровно то есть n-1 деленное на n умножить на b в кукле ну то есть там умножить на b в квадрате как умножить на b как ставка в аукционе первой цены умножить на вероятность победы которая в степени n-1 суши маленький вопрос под маленький ответ а наличие входного билета ну там не незапредельного а вот разумно входного билета как как меняет равновесие то есть что становится что лучше что хуже если входной билет на аукцион есть фу наверное сходу я так не скажу к чему это то есть тут скорее вопрос какие неприятности могут быть то есть это как результат у нас иногда может быть вávelп вообще не пропустя да если вот от gay остатки оказываете ниже чем потому что не хватает Gee понят что это не может быть не очень частной ситуации и при большом количестве участников может быть ��고 кстати меня тоже вот удивило что то говор hass что в этом evil может быть, лоб не продан. Смотри, опять же, если рассматривать с точки зрения рациональной модели принятия решения, то вообще-то невозвратные издержки. Они не должны влиять на лобок. Нет, дело в том, что... Я уже заплатил, я уже потерял эти деньги. Дальше я уже просто рассуждаю с того, что мне нужно или не нужно. То есть я это... Понимаешь же, о чем я говорю? Ну, понимаю. Нет, тут вопрос, что ценность и ставка, ставка ниже, чем ценность. И то, что ставки будут, видимо, вот ровно за счет того, что, говорите, они будут, наверное, повышаться немножко от фото-реформы за день на вы. Ну, скорее всего, именно так. Вопрос, как это повлияет на то, сколько в среднем получает вот этот самый организатор аукциона. Будет, то есть, видимо, раз это условие включено, там уже будет различие между первой и второй ценой, да? И... Просто это нарушение рациональности. Потому что рациональная модель, она предполагает, что у тебя безвозвратные издержки не влияют на твое решение. Это автоматически просто подтверждает, что это работает психология. То есть, значит, раз я уже заплатил за этот билет, значит, меня уже как бы это... Я это включаю все-таки в стоимость. Вот в чем дело. Вот про что. Меня тоже это удивило, вот, кстати, вот, когда ты говорил. Потому что, то есть, по логике, это должно работать точно так же, как штраф за неукуплот. То есть, штраф за неукуплот, а ты как бы дисконтуруешь у себя в билет. Это политически дисконтурует, что сегодня может случиться. И, честно говоря, все равно, потому что так же и плотно устроить. То есть, ты рассматриваешь с точки зрения, какова вероятность, что я что-то куплю. И если это вероятность, что у меня не умер, то тогда флот на аукцион для тебя просто элемент расхода. С чем сравнить? Словно говоря, ты собираешься в ресторан, у тебя это такси-то ресторан. То есть, почему это должно изменить твои предпочтения? Почему ты должен отказаться от похода в ресторан и заняться в токси? Ты просто меньше билет купишь? Нет, я к тому, допустим, вход стоит 100 тысяч. Моя оценка лота 80, да? Нет, оказалось, да? Это за преддельный билет? Нет, нет. 100 тысяч билет и возможные оценки в плане 80, значит, просто за преддельный билет. В смысле? Нет, как раз здесь речь о том, что у нас есть какое-то распределение, да, и, возможно, входной билет стоит дороже, чем моя возможная оценка лота. Какие-то суммы? Но те, чьи оценки лота меньше входного билета, они все равно не имеют никаких шансов подрать цену. Что? Не будут посильными участниками. Вопрос они будут делать сквозь какие-то ставки или нет? А это означает, что вот эти вот ставки, то есть, остальные игроки воспринимают ставки не от нуля до миллиона, а от ста тысяч до миллиона. То есть, это меняет этот самый диапазон, да? Слушай, слушай, очень интересно, я сейчас, я не понимаю, как это сработает. Ну, кстати, вот здесь отличие между этим самым отказом платить, да, то есть, потому что, если отказ платить, мне бы заплатить 8, заплатить за лот, который я ценю за 80-100 тысяч, да, я теряю 20, да? Но получаю, по крайней мере, лот за 80. Вот. Я понимаю, что это, как бы, я не понимаю, как это не работает, потому что я понимаю, что между зенитой филаристикой, это же заработать ровно наоборот. Потому что, если ты уже влез, то есть, если с тебя уже взяли, заберет, твою мотивацию выиграть, настолько уже выше, настолько выше. Нет, по принципу оптималности Белмана, чтобы не было раньше, дальше я веду себя оптимально. Поэтому, если, как бы, вот то, что логично, если я ценю лот на 80, я не должен на... Так нет, вот, в том-то и дело, что я здесь не искаживаю, жжу из представления о чем-то шансовом. Я искажу из представления о том, что они люди, а не ком-экономики. То есть, если застать ужин кубит билет, то теперь у них, как бы, есть два стенки в место одного. У них есть право за урок, если они переиграют в свою политику, но у них теперь есть шрам. Ну, не явно шрам, в виде потери на одну билет, если не доиграли. То есть, если у тебя нет шрам, но нет одного билета, то у них есть мотивация ставить меньше, но нет мотивации ставить больше. Они могут уйти как бы без наказа, не выигрывая. В смысле, что они до 100 тысяч могут просто взять и оттать. А это означает, что люди понимают, что, допустим, у меня оценка лота 150, я по формуле должен быть для двух игроков поставить половину 75, но я понимаю, что тот, у кого оценка ниже, поставит все равно 100, ему все равно, потому что он заплатил. И поэтому мне нужно уменьшать тоже, причем, возможно, сильнее, чем он. А если следующий понимает, что я завышаю, то ему тоже надо завышать. Тут вопрос не только в каком направлении, а вопрос на сколько будет. Потому что пока дойдет до тем, у кого ставки 900, ценности 900. То есть он должен был на 450, но учитывая все эти действия, должен не 450, а 470 поставить, 460. Насколько есть такое подозрение? Ну, опять же. Но, опять-таки, это, видимо, повысит доход. Ну, то есть это точно повысит. А, ну, тогда, значит, первая цена будет больше, чем вторая, потому что в доходе будет своя оценка. Будет хуже того, если это скоорбинировать с совершенно гениальным решением, как это расходило, голландский сначала английский потом, то при английском аудиционе вот этот фактор стоимости входа начнет играть. Потому что здесь пойдет лосс и гроши. А, ну, в смысле, да. Это чисто лосс и гроши, то есть. Если я сейчас отхожусь от нашего фондера, мы вошли в зло, мы провалили по голландски, низко-низко-низко, потому что нынче не стоит. Мы можем провалить такой достаточный счет. Насколько не сошлось. Я уже говорю, сто одна. Почему? Мне проще убить за сто. Нет, нет, нет. Вопрос, что я отдал сто за билеты. Теперь смотри. Теперь следующий игрок, он же тоже отдал сто за билеты? Да. И в итоге получается ситуация, при которой из-за лосса вершин цена будет выше, чем в отсутствии такого билета. Выше, да. Но это с самого начала. То есть, условно говоря, вот двое в голландском зоне. У меня оценка, там, допустим, 300, да. Я говорю 150, да, просто пополам. Вот. А в случае, если входной билет, я понимаю, что все будут повышать, и поэтому мне тоже стоит не на 105 есть, а на какой-то более высокой. Цена уже на нажатие на цену. То есть, входной билет как бы должен отсеивать количество, но увеличивать ремонтарты? Ну да. Нет, просто терема-то не о том, где больше. То, что в условиях вот этих трех предположений все аукционы одинаковы. Нет, а почему у меня был вопрос? Я понимаю, что они одинаковые. У меня был вопрос, как отсвестить в сторону ущербов покупателям до выдержек продажу. То есть, и получается, вот из того, что ты сейчас сказал, что разумник по одной вере, если он, так сказать, заставляет людей чувствовать боль от утраты, да, если они их функциональны, он будет повышать количество сурованных денег. По-моему, скорее всего, да. А вот в некоторых форматах опций он оказывает тебя. Да. То есть, в первенстве, в жиданском... Максим, это если вы с тем допущением, на любом, идем очень разумное рассуждение, просто с тем допущением, что вы не знали, что есть альтернатива нет. То есть, вам искали только один механизм, для того, чтобы точно совершенно, что, если вы, я вам кажется, за зал 2-2, то сейчас надо заплатить. А если было такое, что можно было бы... Если вчера не платили, а я сегодня платил, да? То это может быть, может быть, может быть, другой вещь. Там просто такой, что у меня есть бюджет, да? И вот часть из него это, это входной билет. Я очень меньше. Нет, согласен. Ну, это, словом говоря, правда, чуть по-другому, потому что, например, если нужно платить за вход на рынок, на рынок, да? Или за участие в аукционе, где там 50 лотов за день продается, я же могу на любой из них, да? Нет, ну, то есть, в этом я не получил. Гумбергенский терминус стоит 25 долларов. То есть, хочешь, как бы, участвовать в размещении там, не дать? Я думаю, что 25 тысяч долларов за то, что у тебя был бунгеровский терминал. Ты не знаешь, какие будут цены, ты не знаешь, как это будет. Но, после того, как ты уже отдал такую кучу денег, за ненужную тебе железку, у тебя мотивация что-нибудь купить или там, вообще, не важно, чем облигаться, просто какая-то сумма есть. Возрастает ровно на 25 тысяч долларов. А может, больше, кстати. Я не знаю, ровно или нет. Ты сказал ровно? А понял, что, вообще, это так сказал просто. Может, и больше. Да, не хочется же чувствовать идиотов, хочется же чувствовать, что... Сказать, вич будет референс-поинтус, который будет еще дальше. Да, если добавлять еще поведенческий аспект, вообще, мало ли, мне кажется. Да, тут для акционала сначала еще. Понимаете, коллеги? Просто мало кто из вас чувствует себя таким счастливым для 2 дня, как я. Потому что вы это все знаете, да. А для меня открывается совершенно... Школа-школа. Да, школа-школа. Это полезно, да. Потому что для третьего. Совершенно новая сфера жизни. И, по-моему, совершенно не нравится. Вы слушаете, да. Это, правда-правда, полезная дискуссия. Интересно. Ну, на самом деле, вот... Я сейчас прошу прощения, у меня уже с вами... Я, кстати, я чуть тороплюсь с вопросами. Но у меня есть ощущение, что здесь сработает вообще одна очень интересная история. Я так не уверен, что сработает. А давайте попробуем вот с вами в моем поиграть. Потому что мне интересно... Денечки. Ну, небольшие. Денечки, да, хорошо, хорошо. У меня просто плохо с кэшем, у меня все без нами. Смотрите, коллеги. Я продаю... Аликсанда принимает карты. Баба-баба так разводит. Я просто... Я не продаю... Коллеги, послушайте, я вам продаю хорошую вещь, да. Не ниточку, как раз. Нет, ниточки у меня нет, у меня есть 2 месяца с кэша. Вот, у меня есть немеченая купюра 200 рублей. Хорошо? Да. У меня есть 200 рублей, а у аукционного дает, что ли? Да, у аукционного дает, значит, немного... Олддэй аукцион. Шаг 50 рублей, начальная цена... Хорошо, давай. Знаешь, знаешь. Знаешь, знаешь. А, ну... Нет, ну... Да, да, да. Ну, здесь мы поскольку ставим... Хорошо, 101, да. Видишь, он меня спугнул. Моги заработать 100 рублей. Я просто проводил такое со студентами, 100 рублевку продавал. Причем, как бы... Начинается там... А это рубль? 2, 2, 2, 3, то есть... Включается... Причем, где-то там на 30-40, значит, ощущение, что кто-то выиграет, а кто-то проиграет. В какой-то момент... В какой-то момент... Скажите всем, чтобы все понимают, о чем речь. Мы это тоже понимаем, и всем... А, ну да, да. Вот о аукционе. Ну, покажи... Да, на самом деле, это просто... То есть, я показываю... Вот 100 рублей, да? Понятно, если обычный аукцион, то на 100 рублях все остановится. А мы теперь играем. Да, мы теперь сделаем all-pay, значит. Ну, я упоминал аукцион, в котором платят... Может, даже не овгарш... Не овгарш, может, даже платят 2,000 рублях, не овгарш... Ну, можно на самом деле, а на самом деле, all-pay веселит... ...вы веселит. Да, без разницы, да? Да ты не ищи деньги, а ли. Ладно, ладно... Мы играем, ты ведущий. Вот, значит... Вот 100 рублей... Начальная цена 1 рубль. За чего? Это шаг, как высказываетесь, скажи шаг. Шаг любой. Ну, на самом деле, не меньше рубля... Пять рублей. В смысле, все невольные в аудитории что-то бывают? Вот я закраблю, понятно. Значит, хорошо. 100 рублей. Так, 5 рублей. Кто 100 рублей больше, чем за 5 рублей готов купить? Галенды пока 95. Есть смысл. 10. Что? 10 рублей. 10 рублей. Так, кто больше? 11. 11. 11 рублей. А теперь очень важное объявление, да? Когда 11 уже на кону, 5-10-11, сколько у нас на кону суммарно? Треть собрали. Да, треть собрали. Когда треть собрали, делается важное объявление. Что если вы выходите из борьбы, вы теряете все деньги, которые вы ранее поставили. Нет, нет, я всегда это делаю изначально. Это самое начало. То есть как раз на уровне рубль 5-10. Ты сам себя обхранываешь, чтобы надо делать на третье. Нет, нет. Как раз нарушение теории механизма, подавлю правила заранее. Правила заранее. Я играю всегда честно. Вы не сказали их заранее. Треть собрали. Нет, нет. Дело в том, что с точки зрения теории механизмов, нужно быть честным. С точки зрения политической экономики, это дурное. Я честный человек. Мы сразу говорим, что ребята, а вот сумма такой, что все ставки, кем бы то ни было сделаны, они выплачиваются. Из-за того, кто выиграл приз. Вот смотрите, если даже те трое, кто уже сделали ставки, догадаются, что происходит, то он не отдал ничего, они просто вышли из борьбы, они уже потеряли треть от... Нет, нет, почему? Я отдаю победителей, вот сейчас 11 рублей, да? Нет, допустим, сейчас им не поздно договориться. Что? Ну да, им надо договариваться. Сейчас он проиграет. Да, да, сейчас 11 рублей, я готов отдать 100 рублей за 11 рублей. Вы, например, Андрей, который заплатил 10 рублей, да? Да, ну подождите, вы не ввечали рублей, вы выиграл за это самое, я ставлю 70. Вот. 70, хорошо, 70 рублей, а 11, 10 рубль, да? Сколько? Я опять говорю. Нет, ну в смысле, что... Я управляю, я просто управляю. Ага, 5 рубль, да? Так, хорошо, 70, 11, 10, 5. Значит, ребят, теперь чего у меня в голове в этой ситуации, как вы думаете? Что у меня в голове в этой ситуации? Что я ощущаю сейчас? Я. Я сказал, что вы думаете, 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 что вы думаете? А можно поставить 71 и выиграть 29, да? Поэтому я сейчас буду буду смену, я скажу, 73. 73. Но, кстати, вот все заметили, что ставка была 70, да? Что это означает? Большой скачок, то есть на 11 еще можно затормозить. Ну ладно, 11, я, конечно, лузер, но это как бы не так страшно, да? А вот сейчас там 73, 70, 10, 5. Значит, ну, плюс 3 это слабая ставка, слабая ставка всегда должна перебиваться. То есть это всегда сигнал того, что у человека слабая рука, поэтому я буду же не сказать... Кстати, на этом уже больше 100, да? Я буду же не сказать 98. Так, 98. 98, 73, 10, 5. И вот сейчас мы посмотрим, что с ним произойдет, да? Когда 98. Да, да. Порядок, да. Ну хорошо, хорошо. Просто 101. Интересно, я 100 рубльку продаю за 101 рубль, да? А почему нет? Потому что 101 это минус 1 рубль, да? А иначе минус 73. А потому что так я теряю 73, да? А так я теряю всего 1, да? 181 рубль и 73 рубля. 1, 1. Так вот, то 1. Ну, что делать? 170. 170. Вы точно понимаете, что это 100 рубль? Потому что я должен дать ему value, и дать ему поеду. 170. То есть, опять-таки, с большим скачком, понимая, что потери будут большие, но в надежде, что вторая сторона остановится. Я напоминаю, что Саша принимает переводы по карточке. Вот. На самом деле, всегда в аудитории начинается ржать, когда сумма превосходит стоимость лота, даже от отдельного участника. То есть, на первой половине аукциона, но здесь был большой скачок, типично, все-таки скачки маленькие, то есть, там, 10, 20, 30, 40 постепенно, на уровне 30-40, вот эти вот двое, там, или, там, ну, несколько человек с максимальной стоимостью, понимают, кто-то из них выиграет. Вот. Те, кто мелкие, обычно отсеиваются, 5-10, ладно, проиграл, и бог с ними, а вот 40 уже жалко, да? И понимают, либо я выиграю, там, какую-то сумму, либо я проиграю. Ну, надо бороться. Вот. Через некоторое время понимают, что не выиграет ни один, да, и вот со 101 поддержачивающей аудитории, и каждый человек начинает бороться уже за пределами. Ну, на этом моменте обычно я аукцион, собственно, заканчиваю. Спасибо за администрацию. Интересно. Докуда торговаться рационально, да? Статического? Докуда? Статического равновесия в игре, на самом деле, не рационально, просто вылезать. То есть, это, 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 это правильно делать, да? Но если, если в лист, надо как бы останавливаться, потому что статического равновесия всегда выгодно перебивать, да? То есть, если в любой ситуации, либо я, там, выигрываю 100 минус вот эта самая моя добавка, либо я, как бы, теряю вот эту вот изначальную сумму. А я делаю еще такую вещь. Ну, обычно, пока денег не куча есть, где-то в Гарленде, по-моему, там, товарищ всегда, там, долларов 500 собирает за 20, да? Я не знаю, что это обозрено, но я на каком-то этапе ввожу новое правило, что можно продать свое место в аукционе, вот, потеряв 70% убытка. Ну, то есть, в экономике же как. Ты же можешь выйти с убыточного проекта, у тебя есть терминал веков. Вот, и на каком-то этапе можно продать, вот, свою ставку за 70%. Кому? Просто организаторам. Вот мы говорим о том, что вы чувствуете, что вы вырекли, вы можете выйти, потеряв не 100% своей суммы, а потеряв 30% своей суммы. А, ну, значит, что я нажал, например, там, те же самые 80 рублей, да, я, например, хорошо, Саша, я тебе 60-то и брошу, и выхожу из этой... Да, но, и тут начинается интересная штука. То есть, это объяснение природы стоп-лосса. Вы удивитесь, народ не выходит. Потому что, когда первый выходит, ну, то есть, ему хорошо, первый он, типа, почувствует все умным, он вышел. А потом все остальные начинают точно так же считать. Если мы сейчас все выйдем из аукциона, то вот тот, кто поставил последнюю ставку, он же все заберет, у него будет хоть какой-то вебиум. Мы отдали все, не получив ничего, а у него, как бы сказать, он не будет. Да, да, то есть, он все-таки не настолько лузер, как мы, мы немного денег потеряли, еще ничего не получили, да? А он, по крайней мере, нас всех победил, то есть, он победил, он так же, как мы, и много отдал, но... То есть, может быть, моральные ощущения, он победил, я бы... Да, то есть, хотя бы моралью компетировать денежные потери. Но, кстати, это вот хороший вариант проведения именно благоговорительных аукционов каких-то, да? Опять-таки, много человек просто некоторую сумму первоначально было вложено, потому что на благое дело... У нас лекционная часть от всего не закончена, да? Нам надо по проектам с вами поработать, сейчас, остаться мы до этого делаем, да? Значит, что у нас, кто у нас по проектам пока еще не расписано из тех, кто здесь сейчас находится в аудитории? Вы и вы, да? Так, в чате у нас лежит... Надеюсь, вы не говорите, да?